Уважаемые телезрители, прямо сейчас мой коллега Талгат Байгужинов готов побеседовать с профессором Назарбаев университет Майкл Льюисом. Предлагаем вам их интереснейшую беседу. Талгат? Константин, спасибо. Что ж, благословительный саммит в самом разгаре. Сегодня в гостях в мобильной студии телеканала Танкин Бизнес Ченнел. Очень интересный и, я бы сказал, топовый спикер. Это Майкл Льюис, профессор школы наук и технологии Назарбаев университета. Завтра у профессора здесь на форуме состоится панельная сессия, которую завтра он будет моделировать. Ну а сегодня он готов дать эксклюзивное интервью специально для нашего телеканала и ответить на самые интересные вопросы. Майкл, добрый день. О, добрый день. Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо. Майкл, вот многие специалисты, многие эксперты, касаемо в эти технологии, они считают, что буквально через одно десятилетие, может быть максимум два десятилетия, роботы захватят нашу планету. Нас заменят на работе, нас заменят дома. Действительно это будет? Как вы думаете? Это частично произойдет. И я поясню, что я имею в виду. Это не новая идея, конечно, что роботы могут заменить людей. И, на самом деле, это самое начало робототехники. Самые первые примеры, которые у нас были с развитием роботов, они использовались в каких-то небезопасных для людей местах, как, например, в шахтах, где люди находились под большим риском. И это те примеры, когда начали внедрять роботов для увеличения безопасности людей и производительности. И я не думаю, что люди сильно расстроились, что роботы начали помогать на каких-то стальных, например, шахтах и месторождениях. Но сейчас ситуация, что роботы настолько сильно развились. И каждый год практически роботы продвигаются, и они воспринимаются как полностью заменяющие людей. Еще один пункт, где роботы могут заменять людей, это не те нормальные действия, как мы раньше видели их, то есть опасные какие-то. Безусловно, мы будем видеть все больше и больше примеров роботов. И роботы не такие, которые выглядят как люди, они могут выглядеть как различные, а может быть, насекомые. Это какие-то такие роботы и системы целые, которые будут принимать автономные решения от людей. И они могут полностью захватить людей. И это те сектора, о которых мы раньше не думали. Может быть, например, учителей заменят или врачей. Те профессии, в которых ранее могли выполняться действия только людьми, а сейчас они смогут это делать уже искусственным интеллектом, автономными системами. И вот это новое развитие. Поэтому раньше вы рассматривали это как фантастику, как какое-то футуристичное будущее. То есть сейчас это уже реальность. И мы должны подстраиваться под то, как это будет делаться, где лучше всего использовать роботов, и какое будет воздействие на культуру, на экономику. Безусловно, роботы упрощают нашу жизнь, роботы помогают нам развиваться, развивать наши технологии. Но не обернется ли это так, как произошло, например, в фильме «Терминатор»? Ну, если говорить, например, о использовании авиатехнологий. Конечно, изначально это был очень хороший подход. И такие фильмы показывают нам, что это возможно. Но одна из самых главных проблем – до какой степени эти системы смогут автономно принимать решения. Например, с искусственным интеллектом я могу создать такую программу, которая может делать все, что вы делаете, но лучше, чем вы. Но она будет делать это пошагово, то есть один шаг в какое-то время. Но для того, чтобы создать такую систему, которая заменит человек, это очень сложно, чтобы она была эквивалентной. Мы можем создавать различные эксперименты с внутренними системами, да, то есть это такие системы искусственного интеллекта. Они могут делать иногда вещи лучше, чем человек, но в каком-то конкретном месте, в какой-то конкретной сфере, например, для врачей, да, когда нужно распознать сломанную руку и правильно ее вставить. Но следующий шаг – это нам нужно подумать, где нам это наиболее важно. То есть, например, дроны. То есть дроны могут прилетать в города для того, чтобы перенести, может быть, какую-то гуманитарную помощь или медицинские средства. Да, но мы должны подумать, насколько нам это поможет, насколько это поможет человечеству. То есть сейчас, в данный момент, не до конца понятно, как будут машины принимать решения, как они будут понимать, что им делать. Да, безусловно. Вот как раз об этой проблеме переживают многие эксперты, говоря о том, что процент роботов, который производится на нашей планете, буквально не то, что с каждым годом, он с каждым месяцем увеличивается. И уже, по некоторым прогнозам, через 10 лет, в 2028 году, роботов станет на планете больше, чем людей. Вот, опять же, касаемо даже телефонов, да, сотовые телефоны. Кстати, как вы относитесь к соцсетям? Ну, здесь есть две составляющие части. В первую очередь, конечно, по количеству различных устройств будет огромное количество роботоустройств, да, мы видим. То есть это такие устройства, которые помогают убирать дом, помогают в сфере здравоохранения, например, ухода за пожилыми людьми. Также могут быть такие автономные автомобили. То есть мы уже видим, есть машины, такси, есть автобусы, которые самоуправляются. И они, на самом деле, могут более эффективно сами собой управлять, чем когда люди ими управляют. Это очень большая проблема, тоже. То есть что, крупные сектора, полные сектора трудоустройства могут быть заменены машинами. Но также есть и другая угроза. Если произойдет вот это развитие робототехники, конечно, если оно происходит медленно, мы можем под нее подстраиваться. Мы можем менять наши политики, стратегии, обучать молодежь. Но сейчас социальные сети помогают нам делать очень быстрые изменения, то, чего люди не ожидают. То есть в самом начале вот эти искусственные интеллекты, мы не ожидали, что ждать от него. То есть раньше соцсети использовались просто для коммуникации между какими-то группами. И, конечно, людям это нравилось. То есть если вы увлекаетесь собаками, кошками, лошадьми, или вас волнуют вопросы детей и так далее, вы делитесь своим опытом в этой группе в социальных сетях, и это было замечательно. Людям это нравилось. Но в последние годы мы видим очень много недостатков, которые несут в себе социальные сети. Это, например, конфиденциальность. Это вопрос какого-то частного пространства, защиты личных данных. То есть защиты себя, чтобы не все люди знали о вашей личной жизни. Вы не хотите, чтобы какую-то информацию о вас публиковали. И сейчас говорят, что вот эта негативная информация продвигается по социальным сетям намного быстрее, чем положительная информация. Это возможность распределять такую негативную информацию, и это может привести к абсолютно неожиданным угрозам. Сейчас мы видим, что в Европе, в Америке именно негативная, отрицательная информация доминирует в социальных сетях, и различные движения сейчас есть. Поэтому мы должны думать о том, как развивать наши социальные сети более надежными. И различные обязательства, которые должны выполнять социальные сети своими системами, безусловно, в первую очередь, это защита данных людей. Вот, согласен с вами полностью. Но вот лично вы, Майкл, скажите, есть в социальных сетях? У людей не используются. Нет, я не использую социальные сети, потому что у меня есть определенные правила. То есть многие люди используют экономические бизнес-модели, и они используют социальные сети для того, чтобы получать вашу информацию. Потом они изучают тренды, и потом они зарабатывают на этом, то есть для целей маркетинга, для целей бизнеса. И очень тяжело защитить людей от этого. И вот это распространение информации, оно выходит за рамки того, чего мы ожидаем. То есть у каждого из нас есть кредитная карточка, и очень много данных хранятся, когда вы ее открываете. И компании, если они не будут использовать все меры безопасности, защиты данных людей, то это огромная проблема. Ну, слушай, мы будем надеяться, что эта проблема все-таки будет решена. Проблема конфиденциальности, как раз тот большой скандал, который был с Кембридж-аналитикой, что таких случаев больше не повторится, и наши конфиденциальные данные будут все же защищены. Майкл, спасибо вам огромное. Напомню, что в нашей мобильной студии на региональном Кембизнес-чанел был Майкл Льюис, профессор школы наук и технологий Назарбаев университета. Друзья, это форум Global Challenge Summit. Будет еще много чего интересного. Самые интересные темы, конечно же, самые топовые спикеры. Ну, а сейчас Константин, вам слова.